В эфире канала ННТ Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Стройка длиною в 10 лет. В Каякенском районе уже почти завершенный объект здравоохранения никак не примут в эксплуатацию. Теперь у них есть собственное жилье. О том, кому вручили ключи от нового дома в Кизель-Уртовском районе, расскажут наши корреспонденты. Кубок чемпионов Дагестана. О турнире по мини-футболу, где определился победитель престижного трофея, смотрите в спортивном блоке. Не могут ввести в эксплуатацию почти 10 лет. В Каякенском районе практически завершенное трехэтажное строение больницы напоминает заброшенный объект. По информации ОНФ Республики, здание готово почти на 70%. При этом на работы, которые были начаты еще в 2009 году, потрачено около 100 миллионов рублей. В 2015 году объект приостановили, а спустя два года было принято решение о продолжении стройки и даже заложены средства в размере 15 миллионов рублей. Однако этого не произошло. Активисты Народного фронта по просьбе местных жителей обратились к Минстрою Дагестана с предложением найти возможность для скорейшего возобновления работ на объекте. Все досконально, можно сказать, все. Внутренняя часть, пабелита, все-все сделано, окни поставлены. Сказали, что 2013-го будет завершено. Но 13-й прошел. 14-й тоже прошел. Сегодня 23-й. Когда будет доканчивать эту больницу? Дагестан поступила вторая партия из 20 автомашин для работы в больницах районов и городов республики. Сельские врачи теперь смогут выезжать на осмотры, доставлять маломобильных пациентов на исследования и в стационар, оперативно отправлять анализы на лабораторную диагностику. Сложный рельеф местности и большие расстояния нередко затрудняют получение медицинской помощи для пациентов, ввиду чего и было принято решение закупить дополнительный транспорт. Уютный дом построили сиротам в селе Султан Янгиюрт Кизельюртовского района. Удалось это благодаря неравнодушным людям и фонду Инсан. На торжественной церемонии вручения ключей от нового жилья присутствовал и Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Этого момента семья Магомед Шарипова и Султан Янгиюрта ждала полтора года. Именно столько потребовалось, чтобы возвести этот уютный домик. Его площадь 75 квадратных метров, две комнаты и просторный зал. Теперь здесь будут жить два брата и одна сестра. Круглые сироты. У нас очень тяжелые были условия. И когда уже фонд Инсан приехал, они заметили и начали, помогли нам, чем могли, тоже. Сейчас открытие дома уже. Хотел бы выразить благодарность фонду Инсан и те, кто участвовал, им тоже, кто помогал, кто ходил рублями, покидывал, всем баракал, что не остались в стороне, что пришли и помогли. А вот так они жили до переезда в новый дом. Чёрный потолок от угара печей, а крыша, судя по её состоянию, регулярно просачивалась. Мать упокоилась из-за болезни, детки остались одни. Однако и тогда. Они посеснялись обратиться в фонд за помощью. Это сделали за них. Очень рада, конечно, что есть такой уютный дом, куда можно зайти. Спасибо всем огромное. Очень хорошие условия. Я рада. Его стройка завершилась благодаря местным жителям, начиная с фундамента, заканчивая внутренними работами. Всего было израсходовано около двух миллионов рублей, деля сопредставители фонда Инсан. Этот прекрасный дом был построен с помощью джамата, этого села, который оперативно подключился к этой работе. Благотворительный фонд Инсан был объявлен в сбор, и жители села таким образом построили такой прекрасный дом для детей-сирот. На торжественное вручение ключей в Сустринян-Гюрд приехали представители местной власти, Муфтеат Республики и общественники. Выступающие подчеркнули важность подобных богоугодных дел и отметили, что подобные инициативы будут поддержаны и впредь. Кизуцкий район всегда был, есть и будет с муфтеатом Республики Дагестан, не только в Кизуцком районе, но и во всей республике. Я бы как глава Кизуцкого района хотел поблагодарить всех тех, кто принял участие хоть маломайским, хоть словом, хоть финансовыми возможностями, хоть делом в этом хорошем домном деле. Спасибо всем, спасибо огромное за то, что вы вот такое заботитесь о населении Кизуцкого района. Мы очень довольны, что в сегодняшний день у нас вот такой джамат, такие братья сегодня достойные, которые поддержку делают друг другу. И не просто ждут откуда-то, а что-то. Подмогают всем, что могут. Кто-то может деньгами помочь, кто-то финансово, ну кто-то просто прийти и морально даже поддержать. Это же тоже большая ответственность, большая помощь получается от братьев. Это очень серьезное дело общими силами. В первую очередь, опять-таки, мы возвращаемся к фонду «Инстан». Без них этого всего не было бы. По завершению торжественной части уже внутри дома гостям показали комнаты и угостили горячим чаем. Хамзнур Магомедов, Мурат Магомедов, Мурат Бибарзов, Телеканал ННТ, Султанен Гьюрт, Кизельюртовский район. Мини-футбольный клуб «Люкс» из Баба-Юрта выиграл Кубок чемпионов Дагестана. Финальный этап турнира проходил в Хасавюрте. 26 команд представляли 11 районов и 4 города. В матче за золото коллектив из Баба-Юрта обыграл Кизлярский клуб «Шатим». Счет встречи 5-2. Броза у футболистов клуба «Шамхал» из Махачкалы. Все призеры турнира получили памятные подарки и денежные призы. Награждение провели известные спортсмены, общественные и религиозные деятели. И в продолжении футбольной темы. Бесплатный транспорт на Анжиарену будет организован для болельщиков команды «Динамо Махачкала». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что в 16.00 наша команда сыграет домашний матч с тульским арсеналом. Автобусы начнут выезжать с 15.00. Место сбора в редукторном поселке на остановке у гостиницы «Кавказ». А также на пересечении проспектов Шамиля и Гамидова. На этом я с вами прощаюсь. Еще больше новостей смотрите и на нашем тематическом телеграм-канале. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова